Всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона, Фиат Малыш Футболисты. Сегодня мы поговорим, как нам нанять тренера и даже не одного с пятью звездами в каждой из четырех секторов вашей команды, ребят. Задание довольно муторное и есть фишка, при котором оно даже и не выполняется, хотя вы вроде его делаете. Лайк, подписка, колокольчик. Ну а если вы не знаете, где купить большое количество монет и уже сегодня хотите купировать себе в состав или просто топового футболиста, то следующий короткий ролик для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста или топового кумира, то сайт Автофуд для вас. Ребята работают на рынке продажи монет уже более семи лет, более 100 тысяч выполненных заказов. Также на сайте вы можете купить подписку, ФК25 или любую другую топовую игру. И не забывайте про кэшбэк 5% в случае покупки монет. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, ребят, для начала нам нужно начать карьеру, либо продолжить ту, в которую вы уже играете. Так как играя за Манчестер Унайтед, у меня никак не появлялись игроки с этими звездами, да, с 5 звездами. Я решил начать заново за более топовую команду и, соответственно, проверить, может быть, если играя за топовую команду, начать, сразу появится куча тренеров. Я выбрал, ребят, сразу скажу, выбрал Манчестер Сити. Далее я пробовал то же самое еще и с Реалом, но, скажу, забегая немножко вперед, ничего не получилось. Объясню почему. На Манчестер Сити были эти игроки за звездами, тренеры, да, необходимые. Сейчас я покажу, где их нужно нанимать. Но почему-то, когда я нанял всех и уволил ненужных, задание не засчиталось. Не знал, что делать, думаю, ладно, была не была, попробую все-таки за ту команду, с которой первую карьеру начинал. Вернулся в загрузку в Манчестер и там все получилось, ребят. То есть нанял этих звезд, да, пришлось много симулировать. Я сразу скажу, что, ну, наверное, по моей личной статистике, симулируйте, ну, там, дней 5-7. И заходите опять, соответственно, проверяйте, не появились ли новые тренеры, а они там появляются. Причем при этом всем остаются какие-то старые. Самое важное, ребят, давайте так, заходим в состав. Слева тактический шаблон. Здесь L1 жмем и управление тренерами. И вот здесь мы их нанимаем, то есть у нас должна быть атака-защита. Ребят, смотрите сразу по столбцам. То есть есть навык нападения, есть навык полузащиты, есть навык защиты. То есть если вы купите трех тренеров с навыком нападения 5 звезд, задание 100% не засчитается. Ищем, смотрим, есть ли 5-звездочные тренеры. Мы видим, что тренеров 5-звездочных нет, хотя я только начал за Манчестер Сити. У всех по-разному, может быть, вы начнете за Манчестер Сити, у вас будет этот тренер. Вообще нет ни одного, ребят. Просто вот некого брать. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Еще самый важный момент. Например, может так быть, что у какого-то тренера он будет вообще там суперэксперт. Оп, а вот 5 звезд появились, ребят. Оп, 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 а вот и он. Пожалуйста. У него навык полузащиты 5 звезд. Бывает так, что у тренера, у тренера несколько звезд 5-5. Допустим, навык нападения полузащиты и защиты по 5 звезд вратаря 3. Соответственно, если вы потом найдете какого-то защитника 5 звезд, то, соответственно, того, у кого много было звезд 5-звездочных, вы можете направить в другое место, на другую позицию. Их можно здесь менять. То есть, когда вы нажимаете, вы их меняете. Не забывайте об этом. То есть, вы можете менять позиции. Сначала поставить его в нападение. Потом у вас появился, допустим, еще один 5-звездочный тренер с нападением. Да, но только с нападением. А у того еще есть и полузащита. Значит, того вы выкидываете, закидываете в полузащиту. Если, например, полузащитника у вас нету, да, 5-звездочного. И так далее. Также их можно увольнять, убирать контакты. Все, я нашел все, что мог. Не забываем сохраняться. И самое главное, ребят, что в центре, да, когда вы симулируете, вот здесь вот будут настройки хода времени. Обязательно настройте так, чтобы у вас не останавливалось. То есть, пропускайте все. Я вот прям делал пропустить все. То есть, у вас пойдет симуляция, симуляция. И вы будете в ручном режиме останавливать, соответственно, вот эту вот симуляцию игры. Результаты будут автоматические. Не бойтесь, проигрывайте. У нас самое главное задание выполнить это на дня тренера. Вот оно пошло. Я нажимаю крестик в тот момент, когда хочу остановить данный, соответственно, режим. Возвращаюсь опять в состав. Опять иду в тактическую, соответственно, шаблоны, да. И опять иду в управление тренерами. И смотрю, появились ли у меня новые тренеры. В общем, так делаем несколько раз. Скажу так, что с командой Манчестера я потратил, ну, наверное, минут 15-20. То есть, я заходил, выходил, листал. Здесь еще неудобная сортировка. То есть, она по звездам особо не сортирует. Сортирует по зарплате в неделю. Ну, в целом, чем больше зарплата у тренера, тем у него, типа, вроде как больше звезд. Но тоже не факт. Потому что звезды могут разниться, да, скажем так. В общем, меняйте, делайте. Ну, и если у вас совсем не будет получаться, ребят, как вариант, я вижу здесь удалить все карьеры тренеров и начать вообще полностью заново. Почему-то у меня получилось это, еще раз повторюсь, сделать только в карьере, которую я начинал первый раз за Манчестер. Во второй карьере у меня не получилось. Вот, пожалуйста, явный пример, когда есть три позиции, да, с пятью звездами. И я в дальнейшем вот этого Мартина Айялу могу хоть на какую позицию поставить, ну, кроме вратарской. Вот, здесь, конечно, не получится. Удачи, ребята, вам в выполнении. Надеюсь, у вас все получится. Игра вам засчитает. Сразу скажу, что да, есть те, у кого не засчитывает ни при каких обстоятельствах, но это баги игры, ребят. Здесь, к сожалению, ничего не сделаешь. Баги в этой игре никто не исправлял пока еще что-то, исправляя, да, там и от спорции, но в небольшом количестве. Вот, я на всякий случай еще брал, удалял, треугольничком расторгал контракты с тренером, у которых мало звезд, чтобы у меня вот осталось только четыре пятизвездочных тренера. Все, ребята, лайк, подписка, колокольчик. Надеюсь, я очень помог. Любите футбол, играйте в FC25. До встречи на канале. Хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились.